пугающие научные факты о каких пугающих научных фактах мало кто знает дед на самом деле не как перед стримом ученые не знают как именно ацетаминофен снимает боль и уменьшает жар у них есть определенные предположения но наверняка сказать не получится тем не менее это наиболее часто используемое обезболивающее средство в мире вот это кстати пиздец а прикиньте он провоцирует какие-нибудь невероятные заболевания на уровне отложенной какой-нибудь генетики ну типа у вас ее колят а у вас ничего нет но у ваших детей начинает развиваться какой говно все чёте да вот это трэш на самом деле жестко используют и не знают как работает для пипец я только недавно узнал что когда вы получаете солнечный ожог то он возникает не из-за повреждения клеток кожи на самом деле ультрафиолетовое излучение повреждает днк затем клетки кожи решают покончить с собой и отпадают чтобы поврежденная днк не привела к раку меня больше никогда не будет бесить шелушение кожи охренеть это защитный механизм очень интересно кстати вот видос только начался очень интересный но это не значит что обгорая на солнце вы точно не заболеете раком кожи ведь она у вас облазит вы точно заболеете раком кожи если снова и снова будете обгорать источник мне 35 лет врачи удалили у меня с дюжину базально-клеточных карцином и одну сквамозную я постоянно обгорал на солнце и после неудачных загаров моя кожа шелушилась как у прокаженного вот почему я ненавижу загары в говно пошли ваши ебучие блять пляжи это параша блять саная с жарой вашей дебильной блять для девок этих тупых развлечений нахуй просто за дерьмо просто нахуй сидишь играешь в игры пьешь горячий шоколад пока за окном валит снежок и чувствуешь себя здоровым здоровым и в безопасности ёбаный блять солнце среди многих людей распространено явление под названием зов пустоты это внезапная деструктивная мысль возникающая в голове без какой-либо на то причины примеры таких мыслей а что будет если я спрыгну вниз возникает когда человек находится на какой-то высоте стоя у края будь то балкон окно скала колодец или еще что-то а бывает что ты едешь и думаешь а что будет если я въеду на своей машине во встречную тачку или пешехода причем если ты очень сильно об этом будешь задумываться те прям начинает тянуть это сделать тебя это отчасти может напугать даже кстати говоря к этому склонны в основном мужчины короче вернее большинстве короче мужчин то сильнее вот что хотел сказать чума все еще существует во многих частях мира до сих пор заболевают бубоны чумой однако случаи заболевания крайне редки потому что человечество научилась довольно хорошо с ней справляться но что если случится какой-нибудь общественный коллапс например ядерная война извержение огромного вулкана или падение астероида будьте уверены чума поджидает она ждет подходящего момента для своего возвращения только две болезни за всю историю человечества были полностью искоренены это оспы и чума крупного рогатого скота причем вирус осты все еще хранится в нескольких лабораториях по всему миру чума крупного рогатого скота поражает только крупный рогатый скот все остальные болезни которые когда-либо у нас появлялись все еще существуют в той или иной форме где-то в дикой природе и даже эти две все еще представлены в лабораториях если кстати ваша мать изменяла вашему отцу то он тоже под угрозой будем надеяться что никогда не вернется эта чума грейпфрут пиздец как не дружит с огромным количеством выписываемых препаратов пожалуй одной из самых распространенных побочек является негативный эффект от употребления грейпфрута вместе с противозачаточными препаратами изменено кажись в комментах много взволнованных ребят дабы уточнить скорее всего вы не забеременеете если съедите грейпфрут но он действительно способен усилить некоторые неприятные побочные эффекты все дело во взаимодействии с вырабатываемым эстрогеном в любом случае будьте осторожны дороговатый цитрус фу грейпфрут грейпфрут невкусный а по-моему очень даже нормальный с получается декапон постой в сторонке если после обработки от блох ваша собака искупается в озере то вся популяция беспозвоночных этого водоема вымрет вскоре после обработки крупная собака плавающая водоеме по размеру равном 8 олимпийским бассейном выпускает достаточно нейротоксина чтобы в течение 48 часов убить 50 процентов популяции беспозвоночных говоря вскоре после я имею ввиду относительно ближайшее время в течение скажем 1 дня после обработки в течение месяца токсичность вашей собаки постепенно уменьшается однако все еще присутствует к тому же работает процесс накопительного эффекта химикатов выделяемых несколькими собаками вот это вот это кстати пипец жесть а какие активные химические вещества вызывают такой эффект имидоклоприд перметрин и метапрен я не знала точной причины но помню как я работала ветеринарной клинике на ресепшене и нам сказали чтобы мы говорили людям не давать своим собакам купаться водоемах по крайней мере в течение недели после обработки от блох я раньше думала что это потому что просто лекарство смоется именно поэтому так важно объяснять людям почему крайне легко игнорировать рекомендации или правила если не знаешь об их последствиях я пробовал грейпфрут и он был кислый блять чуваки на самом деле поражаюсь мы говорим о таких обычных вещах типа грейпфрута идут не кто-то прям реально удивляется каким-то вещам как будто пробовал в один раз вам блять либо всем по два года кто это несет либо я ваху и чуваки во многолетней мерзлоте распространенной по всему миру находим база кормит лица примерно в два раза больше если бы деньги были блять вот это хуйню не неси блять долбоеба если бы деньги были блять чувак со2 чем в нашей атмосфере в данный момент именно поэтому желательно чтобы породы вечной мерзлоты перестали таять не забывай кстати и о метане он тоже опасен и тонны этого газа также находится в замерзшем состоянии никогда не используйте отбеливатель для того чтобы очистить что-либо от кошачьей мочи такое сочетание образует хлор газ который крайне токсичен ты сам нихуя ксты пробовал или как-то узнал об этом да попробовал по своей тупости жестко завоняло я загуглил и понял как плохо все может обернуться открылся окна в доме надел маску и все убрал кстати еще один факт про кошек лили невероятно токсичны для кошек если вы зародились бешенством и у вас уже начали проявляться симптомы шанс что вы выживете практически равен нулю мы делаем прививки от бешенства нашим питомцам а существуют ли такие вакцины для людей да и они эффективны сразу после того как вы подверглись воздействию инфекции но пока у вас еще не появились симптомы именно поэтому рекомендуется относиться к любому укусу животного крайне серьезно и сразу же пройти обследование сделав это шанс умереть от бешенства практически равен нулю если только летучая мышь не цапнет вас посреди ночи и на утро вы не подумайте что просто на что-то напоролись аневризма головного мозга может случиться в любой момент жизни независимо от того насколько вы здоровы школе я учился вместе с одним пацаном которому было 16 лет однажды утром он просто не проснулся причиной его смерти стала аневризма головного мозга блять вот аневризма головного мозга когда про нее прочитал я просто охуел из вот и живешь чипы блять ты можешь даже не знать ну типа просто живешь живешь блять и под прям идешь не знаю за хлебом блять ну вообще вот и просто ну типа обычная в целом ты идешь за хлебом такой идешь идешь такой посреди дороги так и ебнулся все и сдох из-за внезапной аневризма головного мозга я потеряла своего мужа с которым прожила 12 лет мы на протяжении 20 лет были лучшими друзьями последними словами что он не сказал были милая что-то у меня голова кружится и бам он уже лежит на полу мертвый в течение 20 минут я без остановки делала ему искусственное дыхание пока ждала скорую врачи сказали что смерть была так внезапно но я утешаю себя тем что он не чувствовал боли он терпеть не мог больницы и за все свои 62 года жизни не провел там ни одного дня ирония в том что это случилось день мертвых я живу в мексике это наш местный праздник в то время мне было нелегко но если бы у меня был выбор в какой день этому стоит произойти я бы выбрала именно этот день у нас обоих было странное чувство юмора покойся с миром и л микропластик в продуктах питания и воде преодолевает гематоэнцефалический барьер а еще интереснее забавнее то что в основном частички микропластика это не мусор от упаковок и так далее они появляются от того что наша одежда из синтетических волокон разлагается при стирке чего серьезно ага существует средства которые направлены на то чтобы отфильтровать эти частички во время стирки но не уверен насколько они эффективны 2025 года во франции все новые стиральные машины должны будут оснащаться фильтром для улавливания микропластика и мелких волокон одежды нифига я считаю это хорошее начало я сам сейчас использую фильтр planet care который фильтрует воду после стирки одежды время от времени мне приходится менять этот фильтр говорят что он улавливает до 95 процентов волокон и пластиковых частичек поле хикса во вселенной может быть метастабильным теория так называемого ложного вакуума и распасться в любой момент уничтожив все вокруг а мне этот вариант в какой-то степени даже нравится для меня страх смерти связан с тем что умирает и оставляешь что-то после себя то есть ты покидаешь существующий мир в случае со смертью вселенной все иначе не то чтобы я хотел чтобы все что я знаю и люблю было уничтожено но это было бы окончательным завершением просто бац и все больше никаких страданий и сожалений конец до появления вакцины число людей инфицированных вирусом папилломы человека и имевших при этом хотя бы одного полового партнера составляла 85 процентов среди женщин и 95 процентов среди мужчин в пч это самое распространенное и ппп стоит уточнить что существует тонна штаммов в пч и большинство из них относительно безвредны лишь некоторые из них вызывают заметные симптомы или проблемы поэтому большинство людей даже не догадываются о наличии у них этого заболевания даже с появлением вакцины показатель заболеваемости все равно очень высок мой гинеколог сказал мне что порядка 90 процентов и 20-летних пациенток имеют в пч вакцина же защищает от самых смертоносных штаммов и это здорово изменено я также хотела уточнить что вакцины не являются надежным средством защиты но они значительно снижают вероятность серьезных заболеваний случаи заболеваемости все равно есть но вакцины эффективны в плане профилактики и исключения летальности у взрослых людей клетки сердечной мышцы восстанавливаются очень редко примерно 1 процент в год если у вас случится инфаркт или вы перенесете сильный стресс который убьет эти клетки то ваше сердце не успеет вырастить новые клетки взамен погибших именно поэтому пациенты с такими заболеваниями как сердечная недостаточность в конечном итоге нуждаются в пересадке сердца попытка запустить процесс восстановления клеток сердца главная исследовательская цель многих ученых в области кардиологии при вскрытие врачи не возвращают органы на места они просто складывают их в полость живота те сами встают на свои места существует альтернативные способы формирование третичных структур некоторых белков такие структуры делают белок неспособным функционировать данные белковые структуры являются инфекционными их нельзя исправить вылечить если такие белки попадут вашу кровь то при контакте с белками вашего организма они будут медленно их преобразовывать эти белки называются прионами дальше хуже эти белки вызывают ужасные неизлечимые болезни которые стремительно прогрессируют в организме летальность всех этих болезней составляет сто процентов существует и такое заболевание при котором вы просто не можете заснуть она имеет две формы фатальная семейная бессонница когда прион передается по наследству и спорадическая фатальная бессонница когда прион не передается по наследству сначала у вас возникают проблемы со сном что приводит к психическим расстройством таким как панические атаки и паранойя затем у вас начинаются галлюцинации после чего вы полностью теряете способность спать и наконец начинается слабоумие затем безумие и в конце концов смерть это заболевание является на сто процентов смертельным как правило она убивает вас в течение 18 месяцев иногда быстрее примерно за 7 месяцев устойчив просто пиздец блять прикиньте какая жесткая хуйня с противомикробным препаратом бактерии становятся устойчивыми к лекарствам гораздо быстрее чем мы успеваем производить новые препараты такими темпами вскоре настанет время когда антибиотики не смогут лечить простые но смертельно опасные инфекции споры сибирской язвы в течение десятилетий могут сохранять свою жизнеспособность почве или продуктах животного происхождения таких как высушенные или обработанные шкуры и шерсть большое спасибо за просмотр к но все чат теперь лишний повод сидеть дома и никуда не ходить вообще просто сидите дома играть вообще ни с кем не контактируйте ничего всего всего прядила работайте из дома как-нибудь доставку используйте не знаю мир пугает вот раньше когда не было всех этих интернетов и знаний можно было получить только если вам конь тюмный человек расскажет или библиотеке книгу возьмете почитать все было гораздо проще сейчас ебучий интернет вы все знаете где кто как умирает кого где как расчленяют какие болезни где распространяются как вы можете заразиться раньше вы жили блять и песок жрали в песочнице и вам было заебись вы жрали и нормально ну там глисты были максимум а сейчас пиздец блять руки не помыл после улицы и все уже блять рубите их рубите страшно страшно привет всем